Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирово-Чепецке могут построить инновационный завод. Там хотят производить композитные материалы для нужд Российской Федерации, сообщает российская газета со ссылкой на главу Кирово-Чепецка Елену Савину. Проект находится на начальной стадии. В данный момент решается вопрос о приходе в Кирово-Чепецк инвестора и то, на каких условиях это произойдет. В частности, рассматривается вариант создания в моногороде промышленного парка и особой экономической зоны. Также ставится вопрос о необходимости строительства жилого квартала, так как в город должны будут приехать эксперты в разных сферах и работники. «Экономика». На 32% за год подорожали однокомнатные квартиры в Кирове. Анализ годовой динамики цен на квартиры до 32 квадратных метров провели эксперты портала «Мир квартир». Киров оказался на первой строчке из 70 городов. Студии «Однушки» в нашем городе за 2022 год подорожали на 32,5%. Небольшая квартира в Кирове стоит в среднем 2 миллиона 180 тысяч рублей. Квадратный метр в ней 82 тысячи 700 рублей. В среднем по России, к слову, 103 тысячи. Также первые в списке – Кемерово, Владикавказ, Рязань, Вологда. А есть и города, где стоимость квартир стала ниже. Это Москва, Краснодар и Белгород. Что интересно, за год уменьшилась средняя стоимость малогабаритной квартиры, предлагаемой к продаже с 28 до 27 квадратных метров. В эфире «Экономика». Кировчане могут повышать финансовую грамотность через онлайн-лекции Банка России. Вышел очередной сборник бесплатных аудиолекций цикла «Финансовая культура». Благодаря им слушатели могут узнать, как оформить ипотечные каникулы, вернуть ошибочные переводы или списание судебных приставов, как пользоваться маркетплейсами, кредитными картами и различными видами банковских счетов. Это удобный формат, который позволяет получать финансовые знания, не отрываясь от привычного распорядка дня по пути на работу во время выполнения домашних дел. Отмечают управляющие отделением Киров Волговятского главного управления Банка России Сергей Крюков. Аудиолекции цикла «Финансовая культура» можно найти на подкастовых платформах, а также во Вконтакте и на Литресе без возрастных ограничений. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 68,85 рубля, евро 74,41 рубля. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.